Это пульс дня по скриптум. Мы продолжаем. На связи со мной остается Семен Резник, писатель, историк, журналист. Семен, хочу поговорить по поводу... Ну, во-первых, Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против Международного уголовного суда. Вы помните, что там запросили ордер на арест израильских чиновников, в том числе премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньягу. Вообще это странное было решение. Мне интересно, как работает в данном случае правовая, что ли, правовая конъюнктура здесь. Я имею в виду, что сам Международный уголовный суд сам по себе решил выдать этот ордер на арест. Здесь, в Соединенных Штатах, санкции какие-то наложили на этот уголовный суд. Ну, как это может вообще работать? Насколько сами по себе эти органы все не связаны, что ли, между собой? Вы знаете, главная сторона этого вопроса состоит в том, что мы живем в век очень сильного влияния на все, что происходит в мире, вот этих самых социальных сетей, международных связей. Технология позволяет теперь тот, что было немыслимо еще там 30-40 лет назад. Понимаете, люди слышат высказывания, когда авторитетный Международный уголовный суд или Конгресс, понимаете, когда делают какие-то заявления, это воздействует на сознание миллионов людей сразу. И в этом, собственно, приятно. Все понимают, что никто не даст арестовать Натаньяхова или оставить их в этот суд. Санкции, которые принимает Конгресс против, так сказать, международных связей, ну, в чем они выразятся? В том, что Соединенные Штаты дадут, как-то сократят какое-то субсидирование этих органов. Ну, это, в общем, более, как говорится, существенно. Но главное состоит в том, понимаете, что идет наглая, совершенно беспардонная пропаганда антисемитизма. Во всем мире, понимаете, то, что было как бы не принято, то, что было как бы считалось стыдным после Холокоста. Кстати, оно тоже не просто так, а были люди, которые в этом отношении работали. Элли Визель, например, с которым мне в свое время посчастливилось быть немножко знакомым. Элли Визель, узник ГУЛАГа, потом лауреат Нобелевской премии мира, который не дал после войны замолчать вот эту проблему Холокоста, проблему уничтожения невинных совершенно людей, вот этих концлагерей. Не хотели-ка об этом вспоминать политические деятели. Ну, было-было, много людей погибло, вот и евреи тоже. Вот, были, не дали, понимаете. Поэтому вот это самое там отрицание Холокоста, например, во многих европейских странах, это просто считается уголовным преступлением. В Америке это не уголовное преступление, но как-то открыто это говорить было не принято, неудобно. Понимаете, вот сейчас все эти антисемитские эмоции, они легализованы. То, что произошло 7 октября, и что весь мир знает, нападение на мирных жителей Израиля, 1200 людей погибло, там 400 захвачено заложниками, все это известно, все это открыто, все это, они же гордятся этим, они сами демонстрировали все эти видео, этих своих издевательств, понимаете. И, как ни странно, получилось так, что Израиль делал это виноватым. Израиль объявляют страной, Израилю не дают защищаться. И когда он пошел в эту газу, сейчас они обвиняют Натаньяху в том, что он устраивает геноцид. Это полный абсурд, но теперь это стало, так сказать, возможным. Это делать открыто и нагло, и вот это решение суда о том, что Натаньяху надо привлечь к ответственности, как за геноцид, это величайшее безобразие, это цинизм невероятного уровня. Потому что, когда гитлеровцы уничтожали евреев, они, во всяком случае, это не афишировали на весь мир. Это удавалось узнавать путем разведки, путем наблюдений, путем, так сказать, вот какие-то беженцы бежали из этих лагерей и что-то рассказывали. Они это не афишируют. Теперь это афишируется на весь мир. Они говорят, from the river to the sea, то есть они хотят уничтожить Израиль. Они говорят и самые такие респектабельные страны, то есть Испания, Ирландия. Видите, палестинское государство, нужно палестинское государство. Не может быть двух государств на этом самом, в Палестине. Не может быть. То второе государство палестинское, если оно не будет находиться под зонтиком Израиля, оно будет под зонтиком Ирана. Оно не будет независимым. Палестинское государство невозможно в нынешней ситуации вообще в Палестине. It's out of question. Я думаю, что вообще в принципе сейчас нет возможности даже об этом говорить, когда операция не закончена. Хорошо, а вот что касается плана Байдена, который он представил в прошлую пятницу в три этапа об окончании войны, тоже ведь очень странно. Как так? Президент США заявляет о неком плане по прекращению войны, при этом хотя бы с ближайшим своим союзником, с Израилем. Можно было бы договориться, а получается, что Байден объявил о Нетаньягу и не знал, что сказать. То есть он не мог согласиться вообще с этим планом. В первые сутки Израиль не давал никакой реакции. Этот план стопроцентно является, так сказать, введением в жизнь антисемитской политики. Я не знаю, что там в душе по этому поводу творится у Байдена. Но то, что его приоритет состоит в том, чтобы вот эти голоса антисемитов не потерять на ближайших выборах, а антисемиты в Америке – это не только мусульмане, выходцы из Лижнего Востока. Это и многие белые, американцы, и в том числе и евреи. И в том числе и евреи. Есть такое понятие self-hated Jews – самоненавидящие евреи. Оно исследуется много десятилетий. Такие есть и среди евреев, которые, так сказать, в Израиле – это самоапуртизм, сионизм – это не то, что антисемитизм. Это все пустое дело. Я об этом книге писал, и сейчас собираюсь как раз переиздавать с дополнениями книгу на эту тему. Она называется «Мифология ненависти». О том, как это все оправдывается в разное время, в разных ситуациях, а суть одна и та же. Понимаете? Евреи – народ, и, как говорится, в Библии написано, что евреи – избранный народ. Так вот, евреи – это народ, избранный для битья. И вот, так сказать, они разным способом это делают в разное время, в разных условиях, в разных обстоятельствах. Сейчас они использовали вот это самое нападение 7 октября. Казалось бы, весь мир, любой человек с элементарной совестью должен возмущаться против этого Хамаса. Нет, они возмущаются против Израиля, который, видите ли, пытается себя защищать. Байден подыгрывает и тем, и этим, понимаете, традиция большая. Есть договора о поставке оружия Израилю, которые он вот так вот не может одним махом перечеркнуть. Но на него идет давление со стороны антисемитов, которые будут за него голосовать или не будут за него голосовать на ближайших выборах. И вот он крутится в этой, понимаете, в этой мясорубке, потому что у него сейчас нет решения, которое бы устроило всех избирателей. Ту часть избирателей, на которых он рассчитывает. Да, но очевидно, его тактика перед выборами изменилась в связи с вот этим планом и с принятием решения по границе. Более активен стал Джо Байден. Не знаю, хорошо это или плохо, но активность, очевидно, наблюдается. Понимаете, их главная цель была дискредитировать Трампа, то есть его главного противника, путем вот этих судебных преследований. Но она работает, так сказать, обратным образом. Чем больше они преследуют Трампа, тем очевиднее становится, насколько это циничное нарушение элементарных принципов американской демократии. Они говорят, никто не может быть выше закона, так вот они выше закона, а Трампа ставят ниже закона. Люди это понимают. Да, тем не менее, последние опросы показали, что рейтинг Трампа так или иначе на несколько пунктов упал. Семен. Ну, разные опросы. Я слышал про другие реакции, в том числе несколько очень влиятельных демократов, которые поддерживали Байдена на прошлых выборах, поддерживали Хиллари Клинтона на выборах 2016 года. Сейчас говорят, что у них нет выхода, они вынуждены голосовать за Трампа. Поэтому эта ситуация, во всяком случае, она однозначно не работает. И они пытаются принимать другие меры, в том числе вот такие. Потому что на первом месте сейчас, и чем ближе будут выборы, тем более актуальна будет эта проблема. Им надо воевать за голоса, потому что потасовки выборов, которые они делали в прошлый раз, ну, во-первых, против этого я надеюсь, команда Трампа будет принимать соответствующие меры. А кроме того, масштабы этих подделок тоже не могут быть бесконечным. Даже в России Путин считается не только с теми голосами, которые они там подсчитывают. Но он считается с тем, что, так сказать, опросами общественного мнения, потому что, когда его рейтинг падает, он начинает принимать меры, которые понимают. Другое дело, что он принимает... Потому что фальсификации всегда выгодно делать, учитывая соотношение рейтингов. Поэтому так. Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, а присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель, историк, журналист Семен Резник. Спасибо вам, спасибо. И это все на сегодня. Увидимся с вами завтра в программе Пульс Дня. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова